В авиагородке во вторник вечером упавший с трала экскаватор повредил гараж и каменный забор автостоянки. Землеройная машина завалилась на бок во время въезда на колесную платформу. В планерный переулок экскаватор привозили для того, чтобы вытащить из грязи застрявший самосвал. Выполнив спасательную миссию, экскаваторщик должен был вернуть машину в гараж на 38-ю школу. Погрузка происходила на середине дороги, благо людей поблизости не оказалось. Он мимо меня проехал вот здесь, шел, трал его, ждет, вон, френч. Все, он ехал к нему, чтобы заехать, и сходу стал на него заезжать. Ну, я так думаю, что он, видимо, не подрассчитал и маленько это взял вот сюда вот, левее. И все, и вот опрокинулся. Хорошо, людей не было. А водитель там как, в каком состоянии, не видели? Видел, он вылез из кабины, ну, мы хотели подбежать помочь, а он нормально вылез. То есть помощи не понадобилось? Нет, он сам вылез, он живой, нормально все. Выжил за голову, схватился вот так. А чего уже толку? Падая, экскаватор прихлопнул стрелой металлический гараж, который под весом машины сдвинулся в сторону. Силу давления можно оценить, посмотрев на шелкоблочную ограду с другой стороны. Кладка разрушилась, на соседних пролетах появились трещины. Хозяин автостоянки, а по совместительству и забора, потребовал компенсацию. Калькуляцию провел здесь же. Счет вышел весьма внушительный. Тут в трене три пролета полностью надо разбирать, снова построить. Тем более того, что фундамент трещины. А сколько стоимость примерно оцениваете? Примерно место с гаражем, место с забором рабочим, где-то 100 тысяч выходит. Эта сумма показалась второй стороне сильно завышенной. Компенсировать разрушение мужчины были согласны, но не в таком объеме. Причину обрушения экскаваторщик видел в досадной случайности. Он уже почти заехал на платформу, когда гусеницы заскользили по стальной плите. И когда вот эту точку я уже перевалил, он хоп, качнулся и металл по металлу. При более внимательном рассмотрении оказалось, что на трале отсутствуют сходни, которые позволили бы сделать заезд более удобным, а главное безопасным. Экскаваторщик вынужден был в буквальном смысле штурмовать платформу, задирая нос машины на непомерный угол. В том, что Hyundai при этом соскользнул с высокого трала, нет ничего удивительного. С места происшествия Виталина Кондрахина, Александр Ефанов и Степан Симонов.